О Верхоянском районе сегодня вместе с выборами депутатов Госдумы проходили выборы главы Табалахского наслега. Всего в районе работало 22 избирательных участка, из них 5 в поселке Батагай. И по данным на 18.00 в районе проголосовали 45,75% избирателей. О том, как день выборов прошел в районе, расскажут наши корреспонденты. Всего в Верхоянском районе сформированы 22 избирательных участка. Из них 5 находятся в районном центре Батагай. Избирательный участок номер 137 находится на территории Янского наслега, где в список включены 127 избирателя. Сегодня 18 сентября 2016 года. Очень важный день для России, для нашего Верхоянского улуса, а также для нашего наслега. В 8 утра мы торжественно открыли помещение для голосования в присутствии наблюдателей. Мы опечатали урну и переносной ящик для голосования вне помещения. Сегодня, как всегда, высокую активность проявляют жители отдаленных наслегов района. Так, избиратели Токуминского участка, Барулавского наслега и жители Сахая как никогда показывают высокую активность. Да, много лет прожила без квартиры. Дождались наконец-то, что нам получили новую квартиру. Квартиры я довольна. Тепло, хорошо, уютно. Да, очень хорошо строится Батагай. Не успеваешь... Где мы жили, там уже двухэтажный дом построили уже даже незаметно. Красиво стало уже строиться и строится. Несмотря на все трудности жизни в арктических условиях, жители полюса холода сегодня выбирают не только будущее страны, но и будущее родного Верхояния. И в сравнении с прошлыми выборами чуть опережающий идёт. Хотя у нас, конечно, отдалённые наслега у нас очень хорошо сейчас работают. Стоит отметить, допустим, такие отдалённые и труднодоступные, как Токума, Баралас, Эгей-Хая в посёлке Батагай. Явка чуть ниже, но, думаю, до 8 часов все придут в связи с погодным условием. У нас дожди идут сейчас. Будем надеяться, что все в Элбарах примут активное участие. Альбина Паулова, НВКСХ, Батагай.